Как уберечь дагестанцев от четвертой волны коронавируса? Об этом говорили на заседании оперативного штаба с участием в РИО главы региона Сергея Меликова. Сейчас в республике наблюдается улучшение эпидемиологической обстановки. Число коек для ковид-больных уменьшилось в два с половиной раза. Также на совещании обсудили и перебои с энергоснабжением в регионе из-за обильных дождей. Владимир Уразакаев расскажет обо всем по порядку. Как сдержать рост заболеваемости коронавирусом и обеспечить в дальнейшем тенденцию к улучшению эпидемиологической обстановки в республике, говорили на совещании оперативного штаба региона. В РИО главы Дагестана Сергей Меликова отметил, что число пациентов с ковид-19 в больницах уменьшилось. Начиная с первой декады августа количество выявленных случаев заболевания пошло на спад. Число пациентов с ковидом, которые находятся в больницах, уменьшилось, значительно уменьшилось. И по данным на 3 октября медицинскую помощь в тационарных условиях у нас получает 1223 человек. К сожалению, смертность у нас на сегодняшний день все-таки не гарантированно снижается. Мы имеем сутки и по 6 случаев смертности, и по 10 случаев смертности. На сегодняшний день более 52 тысяч жителей региона переболели коронавирусом. Ежедневно более сотни людей идут на поправку. Ситуацию удалось стабилизировать. Однако среди заболевших немало детей. Чтобы такого не было, необходимо вакцинировать всех педагогов. Сейчас в регионе сделали прививку чуть более 90% работников образования. Ежедневно проводится дезинфекция в помещении. Предусмотрен ежедневный утренний, так называемый, фильтр с обязательной терементрией. Учебный процесс организован по специально разработанному расписанию уроков. График посещения столовых целью минимализации контактов между учащимися. Благодаря таким мерам у нас на сегодняшний день нет школ, которые закрылись в связи с распространением вспышек. Более 450 тысяч граждан сейчас получили прививку от ковид в Дагестане. Это 25% населения, подлежащих вакцинации в регионе. Хотя средний показатель по стране – 42%. В связи с этим необходимо проделать работу по увеличению темпов иммунизации, отметил Сергей Меликов. Неужели кому-то еще сегодня нужно объяснять, что вакцинация – это на самом деле достаточно серьезный путь для того, чтобы отойти от проблемы с пандемией? Я хотел попросить вас, чтобы мы усилили эту работу по каждому направлению, особенно в информационной работе. Не обошли стороной и ситуацию с обильными осадками в Махачкале. По 17 адресам столицы сейчас проводятся аварийные работы, связанные с электроснабжением. Шлюзы в канал Октябрьской революции закрыты, чтобы не допустить вспышки острой кишечной инфекции. На текущий момент имеется отключение на 17 влажных линиях, в основном отключение в центральных районных электросетях. Количество отключенных трансформаторных пунктов – 333 единиц. Количество населения, населенных пунктов – 26 населенных пунктов. И эта ситуация, она меняется. Подытожив свое выступление, Сергей Меликов отметил, что сейчас в 12 регионах России идет рост ковид больных. В этой ситуации всем жителям Дагестана необходимо проявить сознательность, соблюдать все меры предосторожности, чтобы избежать четвертой волны пандемии. Вадим Розакая, Саид Кутиев, Вадим Шамхавов. Время новостей.